В Чувашии обсудили выполнение майских указов президента страны, подробно остановились на реализации программы переселения из аварийного жилья и качестве предоставления государственных услуг. Минстрой Чувашии подвел итоги пятилетней работы в рамках программы переселения из аварийного жилья. На сегодня переселены у нас 12 860 человек из 4780 квартир, общей площадью 170 330 квадратных метров. Таким образом, у нас все показатели по федеральному распоряжению выполнены. В рамках четвертого этапа переселения граждан у нас на сегодня переселены 3 350 человек из 1230 квартир, общей площадью 47 620 квадратных метров. Последние дома достроены в Чебоксарах. На прошлые и этой неделях новоселам вручают ключи и документы уже оформлены. Параллельно идет работа с реестром аварийного жилфонда, который нужно будет расселять в последующие годы. Переехать из старых домов без удобств мечтают многие, однако не все. Премьер-министр Иван Моторин вспомнил о чебоксарских отказниках, которые считали, что их дома вполне еще годны для проживания. Предлагают построить дом там и расселить жителей. Но возможности там не было строить дом, не было земельного участка для строительства маневренного, но не маневренного, а строительства дома. Поэтому построили преимущественно на Парижской коммуне и на Богданке им предоставляют квартиры. Не так далеко. Да и новые дома добротные. Я прошу и министерства, и город вопрос не бросать. Итоги мониторинга показали, что многофункциональные центры республики работают эффективно. Нормативы соблюдаются. 188 тысяч человек оценили качество предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью пультов, установленных в МФЦ, и телефонной выборки. Законодательство предусматривает уровень удовлетворенности к качествам 90%. В Чувашии показатель оказался выше. Среднее значение это 4,8 и 6 по пятибалльной системе. А удовлетворенность оказывается ухо. Это 95,8. Это система оценивает федеральный центр, федеральная система автоматизированная. Кроме того, у нас во всех МФЦ сейчас появилась еще возможность о том, чтобы федеральный оператор анализировал с помощью смс-опроса полученную услугу. То есть тоже получили доступ к телефонным номерам тех, кто обслуживается в согласии абонентов. То есть еще мы там тоже получаем дополнительные оценки качества. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Арена Гавилян, Республика.